Всем привет! С вами Юля. Сегодня у нас суббота, 9-10 июля. И сегодня у меня начинается моя вторая неделя летних стартов. Перед вами те дизайны, которые я буду вышивать на этой неделе. Давайте посмотрим каждый из них, сделаем обзор. Я расскажу, почему я их выбрала. Ну и, конечно же, начну сегодня подготовку. Самое сложное в этом процессе это подготовка, подобрать соответствующие аксессуары к каждому дизайну. Ну и, что успею навышивать, вы узнаете уже на следующей неделе. Во-первых, я начну эту неделю, точно начну, именно вот с этого набора. Это у нас рогоблен, корзина с розами. Почему начну с этого набора, потому что он у меня заявлен в нашем совместном проекте «Райский сад». И также в рулетке я играю в нашем совместном проекте. Я в рулетке завершила ярких птиц от вервака. И мне нужно довышивать. У нас была норма 1800 крестиков. Я вышила примерно 1000 и завершила моих птиц. И вот мне нужно где-то около 800 навышивать еще на другом дизайне. Сегодня нужно выложить второй дизайн и успеть вышить. Не знаю, успею, не успею. Если не успею, то на следующей неделе буду шить штраф 300 крестиков. Итак, это у меня единственный набор от этой фирмы. Я никогда не пробовала вышивать на гобеленовой сетке, поэтому что-то новенькое, что-то интересное. Дизайн яркий. Размер работы будет 15 на 20 сантиметров. Всего здесь 26 цветов. Давайте откроем набор. Итак, шуршалка ушла. Теперь мы можем порассматривать содержимое набора. Во-первых, вот так красиво представлены у нас ниточки. И я вам хочу их показать, какие они здесь яркие, красивые. Очень много зеленых оттенков. Ну и остальные поменьше, но тоже присутствуют. Ниточки намотаны вот на такие бобины. Мы видим, что какие-то бобины у нас пошире, какие-то поуже. Не знаю, как они так делают. Специально вырезают, подбирают. Как-то так интересно, да? Что здесь за нитки, я не знаю. Они немножечко такие матовые, похожи на гамму. Ну, посмотрим, повышиваем. Может быть, старенький набор просто они как-то припылились. Притомились. Сейчас я сделаю организацию. Буду делать первые стежки. И заодно посмотрим, как получается. И вот такой вот всего лишь у нас отрезочек вот этой вот сеточки. Она уже идет с разметкой. Маленький отрез. Даже неожиданно, что такой маленький всего лишь. Ну, вот на белой основе чуть-чуть меньше, чем формат А4. Чуточку поменьше. Вот такой вот. Да. Меленькая сеточка. Наверное, 18-му каунту соответствует, я так понимаю. Интересно будет попробовать. Тут у нас подробная инструкция. Показаны, как нужно вышивать гобелиновым стежком, наверное. Показаны, как можно увидеть гобелиновым стежком. Почитаем, почитаем. Ну и картинка стараюсь показать поближе, потому что у нас здесь такая маленькая. Вот так. Такие красивые розочки должны получиться. Интересно получится у меня такая картинка или что-то другое будет. И посмотрим, конечно же, схему. Я когда-то уже смотрела. Схема здесь тоже очень крупная, какая-то гигантическая. Ну, не вот так, как в моем Гланарте с ростомером, где вообще можно укрываться схемой. Три схемы, если положить, как раз на всю кровать покрываю. Представляете? Здесь чучку она поменьше, конечно, она достаточно крупная. Все очень четко видно. Значки здесь черненькие. Черно-белая схема. Но все очень хорошо видно, пропечатано. Прям такая классная-классная схема. И значки вроде бы все такие разнообразные. Вот. Ну что ж, в общем, здесь все очень просто. Единственное, я думаю, на чем я буду вышивать, так как здесь сетка, и не хочется ее заламывать. Я, скорее всего, у меня есть маленькая рамка с корсажной лентой. Пришью по краю, натяну. Как раз вот она туда должна вся поместиться. Ну, попробуем. Так, это у меня дизайн раз на эту неделю. Дальше. Что еще я решила начать? Я решила начать этого кота. Потому что, если не начну, он так у меня постоянно и откладывается. Нужно, как говорится, брать боем. И приступать. Новенький, абсолютно целенький мой Фредерик-литератор. Давайте откроем этот набор. Настолько здесь приклеилась эта упаковка, что я просто не хочу открывать. Она будет потом липнуть ко всему. Я лучше ее разрежу. У нас поднялся такой ветер. Было жарко-жарко. Сейчас меняется у нас погода. Поднялся ветер. Все, теперь летает на балконе. Я не успеваю ловить. Там два... У меня цветка есть всего лишь. И все не знают, как их держать. Очень сильно у нас такие ветра бывают. Так, 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 открываем, открываем. Смотрим. Ну, конечно же, обложка. Что у нас здесь? Фредерик-литератор. Размер работы 30 на 28 сантиметров. Это у нас по работам Чарльза Высоцкого. Я очень люблю этого художника. У него прекрасные картины, разработки. Больше он, конечно, специализировался в Америке по рекламе. По рекламе, поэтому вот такие вот, у него даже есть много картин, имена для рекламы. Так, у него, по-моему, было свое рекламное агентство, если я правильно помню. Так, подложка здесь у нас есть. Из дополнительных ниточек сразу достаем. Черных много. И вот такое вот у нас золото. Я даже и не знала, что здесь используется золото. Хоть бы старенький такой дизайн. Часто его раньше вышивали, но как-то я пропустила, что здесь тоже вот есть такая золотая ниточка. Ну, и много черных всегда пригодится. Бэкстич, там еще что-то. Вот. Аида. Черного цвета. 14-го каунта. Вот такой вот большой кусочек. Кстати, а я еще не вышивала ничего-то на черном, на черной аиде. Представляете? Сегодня такое откровение. Я же ничего не вышивала на черной аиде, поэтому это будет первая моя работа на черной аиде. У меня все дизайны так подобраны, получается, что что-то я пробую в первый раз. Ну, тут инструкция. Инструкция. Сейчас мы ее посмотрим. Ну, конечно же, нитки. Так, нитки. Две планшетки. Небольшие планшетки. Вот такие. И ниточек здесь не так-то много. Ну, конечно, они длинные ниточки. Уже они замяли. Сколько лет он лежит у меня. Не знаю, сколько лет он лежал где-то в каком-то магазине. 2013 год. Вижу выпуск. Представляете? Столько лет. Я в 2013 начала вести канал. Вот. И столько лет он лежит-лежит. Все. Наконец-то будет вышиваться. Вот такие яркие нитки здесь. Классные. Как они классно смотрятся на черной основе. Ой, интересно. Так хочется повышевать на черной основе. Как ярко, как классно. Иглы. Так. Иглы. Ура, ура. Иглы. И схемка. Ну, какая она простая. Такая схемка. Ключик. Такая простая схемочка. Класс. И тут вторая половинка. И тоже есть ключик. Не люблю, когда вертикально разделена схема. Лучше быть по горизонтали. Ну, ладно. Я себе сейчас просчитаю и начну вот прям с мордочки. Буду вышивать кота. Ой, класс. Мне так нравится, что я его все-таки решилась взять в работу. Такой дизайн старенький, но такой он приятный, такой добрый, такой классный. Черная основа. Вот как раз то, что нужно. Простой дизайн, чтобы попробовать вышивать на черной основе. Так, перейдем к следующему. Надо спешить, потому что у меня у камеры садится батарейка. Камера у меня старушечка. И она очень быстро устает. Так, следующий дизайн. Здесь у Ольги Хобиар ПСП она организовала. И я думала, думала и решила не проходить мимо, а пойти и поучаствовать. Потому что у меня есть единственная схема от Стоник Рик. Она как-то так купилась по какому-то наитию. Просто увидела птички-скворечник. Ну, такой легенький дизайн. Возьму там между делом вышью. Вот так я его покупала, не задумываясь о ключе. Потому что я не заглядывала в ключ, когда я покупала. Я единственное обратила внимание, что там у нас была ниточка, шелк ручного окраса. И я ее купила. А все остальное я не смотрела. И когда, конечно, получила и стала рассматривать здесь около 70 цветов. Но я потом посмотрела, здесь какие-то цвета повторяются, потому что это бленды. Примерно у меня получилось 64 цвета чистых, 3 бленда и шелк. Есть также здесь пришивные элементы. Какие-то пуговки, шармики, пчелки и божьи коровки. Но у меня их нет, я даже не буду их покупать. Сколько они там стоят. Это я сделала себе копию схемы. Чтобы можно было черкать. Она немножко мелкая для меня. Но ладно, как получилось. Вот здесь как-то мелковато. Здесь мне еще хорошо видно. Но дальше посмотрим. Может, ее увеличу. Ее нужно будет тоже склеить. Я еще ее не склеила, чтобы она подсохла. Сделаю вот так, все одним листом, конечно же. Чтобы мне было удобно. А может быть и нет. Ну, посмотрим. Вот. По схеме я, по крайней мере, подготовилась. Дальше у меня был такой сложный процесс подбора ниток. Потому что палитра здесь очень большая. И я переживала, что мне придется много покупать. Думаю, блин, опять идти покупать нитки. Сколько их покупаешь, покупаешь. Их все равно не хватает. Вроде бы уже и ниток много, и все никак. Но, к моему счастью, у меня практически все нашлись. Единственное, я вижу, у меня здесь не хватает несколько оттенков. Но они у меня есть. Это такие ходовые номера, как 676, 677. Они где-то у меня есть в моих процессах. Я откуда-то смогу взять. Вот. Тут еще какие-то там цвета. Если что, тут докуплю. Но совсем мало мне не хватает. Посмотрим, где эти цвета участвуют. Если они прямо в начале процесса, то придется бежать. Если нет, то я думаю, что обойдусь пока без них. Вот так вот организовались мои нитки. Такая у меня есть коробочка. Покупала для организации моих ДМС. Но не очень она мне понравилась. Потому что здесь вот эти вот разделения, они с выступом. И не очень удобно хранить кабинки. Видите, они тут вот так, то сяк как-то не очень хорошо помещаются. Нужно их то ли бачком как-то укладывать. В общем, не совсем она оказалась удобная. Но вот под процесс я их сюда, в принципе, вот так вот потихонечку организовала. Нужно им дать, конечно, больше воздуха. Я так старалась более-менее как-то по номерам, когда выбирала. Ну, как-то вот так получилось. Вот так их нужно бачком. И вот здесь у меня вот эта ниточка специальная. Что там ей будут вышиваться? Опять каких-то крестиков. Ну, умеет делать американские дизайнеры. Вот так вот добавлять какие-то такие аксессуары дорогие. И, так сказать, повышать стоимость дизайна за счет, в общем-то, каких-то таких мелочей. Так, вот у нас здесь эта ниточка. И, значит, нам предлагается здесь... Можно вышивать и на 14-й аиде, и на 16-й, и на 18-й аиде. Но советуют для дизайна брать 16-й каунт. Я решила брать не аиду. У меня есть вот такой вот лен 32-го каунта. Кусочек светленький. Такой отрез хороший. Дизайн должен получиться на 16-м каунте. 15,7 на 38. 15,7 плюс запас там, пусть каких-то 22 сантиметра. Я так посчитала, это где-то вот здесь у меня получится. И останется вот такой вот большой кусок в запасе опять под какие-то совсем маленькие процессы. Вот так вот. У меня здесь, я уже отметила себе серединку, откуда я буду начинать. В общем, вот такой у меня процесс еще ждет на этой неделе. Вот, это то, что я буду вышивать на этой неделе. Надеюсь, у меня будут хорошие продвижения, все хорошо пойдет. Вот, на этом у меня все. Увидимся с вами теперь в следующем включении. Итак, сегодня суббота 17 июля. И я хочу подвести итоги рукодельной недели. Моей недели стартов. Это вторая неделя. Хотела делать включение в середине недели, но не получилось, потому что у нас очень-очень жарко. И у меня было много-много планов снять и теги я себе выписала, и какие-то видео еще хотела поснимать. Но очень жарко, и знаете, вот эта усталость от жары накапливается, и все меньше и меньше сил остается не только на съемку видео и монтаж, но и даже на саму вышивку. Уже и нет такого запала взять и много вышивать. Хочется просто лежать под кондиционером, а лучше на шезлонге на пляже. Но работа есть работа, нужно и работать. И вот вечером, конечно, я вышиваю, но не знаю, почему-то устала сильно от жары. Итак, подведем итоги, что получилось, что я здесь навышивала. Во-первых, расскажу вам об этом наборе. Прогоблен, корзина с розами. Показываю поближе картинку. Я начала именно с этого дизайна процесса, набора, потому что в рулетке мне нужно было повышивать, довышивать норму. Вот, это мой первый набор в такой технике. Мне очень здесь все, конечно, было интересно. Попробуйте нитки. Нитки, кстати, здесь очень хорошие, неплохого качества. Единственное, они, наверное, уже такие старенькие и стали уже более сухие. В них нет жизни, вот, блеска. В принципе, есть блеск, но не суховатый. Похожи на ниточки ДМС. Но я не нашла точно, что здесь у нас за нитки не написаны какие. Но похоже на ДМС. В общем, по качеству, по крайней мере. Вот, схема я вам показывала. Здесь такая променная. Очень-очень крупная. Вот, покажу вам тот участок схемы, над которым я работала. Видите, вот так вот. Крупная, понятная, четкая. Мне нужно было вышить 800 крестиков. Я вышла 1600 стежков. Но не буду создавать никакой интриги. Покажу сразу, что у меня здесь получилось. Нужно сделать, конечно же, увеличение, потому что совсем меленькая сеточка. Вот так, я думаю, будет получше. Вот, 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 все хорошо. И четкость есть, и вам все видно. Вот такой вот кусочек у меня вышился. Вышивала по цветам, потому что очень легкая схема. Парковка стала вышивать, ну, не то чтобы парковкой, ну, скажем так, по цветам, но в пределах квадратика. Вот здесь, потому что здесь уже пошло смешение цветов. А все остальное вот здесь я вышивала практически по цветам. Быстро сориентировалась по разметке сетки. Начала вот с середины. Вот здесь у меня серединочка. И вышила вот один уголочек я закрыла. Вышивала на кюснапах. Закрепила просто вот с левой и с правой стороны. Очень хорошо у меня все так получилось. И буквально за пару вечерков я все это дело вышила. Легко вышивается, интересно, приятно. Ниточки достаточно приятного качества. Очень схожие с ДМС, повторюсь. И поэтому каких-то сложностей в этом процессе у меня не составило. Я думаю, что он будет вышиваться легко, быстро и интересно, когда придет время этому процессу. Но так как сейчас этот процесс у меня теперь заявлен в рулетке, периодически он будет теперь мелькать. Все то, что у меня в рулетке, соответственно, в совместном проекте у нас райский сад. Все потихоньку там продвигается. Вот маленькая будет работа. Я напомню, что размер ее 15 на 20 сантиметров. Сейчас я подсмотрю. На 20. 15 на 20 сантиметров. И вот на листочке А4 вы видите, что какая маленькая основа. Основа очень небольшая работа. Вот так и вот примерно так. Ну, малышка. Но получается очень красиво, детально. Такое прям полотно ровненько. Я довольна этим процессом. Будет он вышиваться. Здесь все мне понравилось. Я рада, что я сделала вот этот экстрим. И пробую какие-то наборы, дизайны. То, что я никогда раньше не пробовала. По крайней мере, я для себя сейчас определяюсь, что мне нравится, к чему бы я хотела вернуться, что, может быть, нужно еще доработать. Поэтому здесь у меня все-все очень удачно. И перейдем к следующему дизайну. Итак, следующий наборчик, который я открыла, это набор фирмы Dimensions. Фредерик Литератор. Размер работы 30 на 28 сантиметров. Достаточно известный дизайн. Его часто очень много вышивали. У многих он есть вышитый. В последнее время его практически не вышивают. Ну, наверное, потому что приелась картинка, да, уже все навышивались. Вот как этого ленивого кота, который слишком устал. Его тоже уже, ну, все навышивались. Но этот дизайн мне нравится. Давно он у меня стоял в планах. И я решила, знаете, вот его начать, попробовать. И таким образом как-то встроить его в мои процессы. Все то, что начинается, все равно как-то продвигается. Худо, бедно. Но периодически я все-таки вышиваю потом эти дизайны. Я решила его начать. И, о чудо, о чудо, чудо, чудо. Кстати, это первая моя работа на черной аиде. В основном все мои дизайны. Вышивала я на темной основе, на дне коричневом, на синей основе 18 каунта мелкой я вышивала. Но вот на аиде я не вышивала на черной. И это моя первая работа. Мне было очень интересно, кстати, повышивать и на черной основе, попробовать, как я смогу, не смогу. Ну, в общем, я здесь сделала себе, во-первых, разметочку из центра. Вот таким вот карандашиком. Это прим. Они продаются в наборе с голубеньким. Это меловые карандаши. Поэтому он стирается, смывается. Очень просто даже в работе. Если его там потереть, то тоже можно. Его просто и так вот сам по себе стирается. Ну, а в обе отмывается очень-очень хорошо. Без разметки я не могу. Я сразу теряюсь. Поэтому разметка у меня это самое основное в процессе сделать разметку. Вот. И здесь я себе с центра наметила вот такой уголочек. Хотела сразу вышить котика. И начала вышивать с полки. Схема здесь очень простая. Даже зачеркивать ничего не нужно. Очень-очень простая. Прям вот для этой отдыхалочки, для новичков. Действительно. И стала я потихоньку вышивать. И знаете, я что поняла, вышивая этот дизайн. Я поняла, что я очень сильно соскучилась за оригинальным Dimensions. Вот очень сильно. И я вышиваю, у меня есть в процессе Dimensions. Но все то подбором, то еще что-то как-то. Я такой человек, когда мне нравится дизайн, мне вот не важно. Мне дайте, я его буду вышивать даже подбором. У меня нет такого терпения, вот как девочки, вот нравится дизайн. И там они его месяцами, годами выслеживают, покупают. Ищут повыгоднее, покупают. Ждут, потом начинают вышивать. Я не могу. У меня даже те наборы, которые вот Dimensions я покупаю. И горю желанием, вот думаю, сейчас он пройдет. Его прям вот, его буду одного вышивать. Хочу вот этот набор. И наборы ко мне идут долго. Пока он дойдет, я уже на что-то отвлекаюсь. Он ко мне приходит. Да, конечно, мне нравится. Но он отправляется в запасы. И не вышивается. Вот такая у меня история. Поэтому, когда мне что-то очень-очень хочется, я согласна вышивать даже подбором. Главное, чтобы вот сейчас работать с этим дизайном. Вот такое у меня настроение. Такой вот я человек. Поэтому мне сейчас очень много подбором. И вот знаете, повышевав сейчас немножко оригинальный Dimensions, я поняла, что я очень сильно соскучилась именно по оригинальному Dimensions. Разница, конечно, в восприятиях огромнейшая. Вот ткань, ниточки Dimensions, они совсем другого качества. Вот пухленькие эти крестики получаются. Все это тактильно, приятно. И у меня такие, знаете, такие чувства были, когда я вышивала этого кота. Мне хотелось, что все, девочки. Не хочу больше стартов. Можно я больше не буду стартовать? Я хочу вышивать этого кота. Так он меня увлек. Ну нет, конечно, будут продолжаться старты. Но кот меня, конечно, так увлек. Я два вечера вышивала, как в первый раз. Такие приятные впечатления, эмоции. Просто супер. Вот ниточка здесь была у нас золотая. Я ее в пакетик определила, чтобы она не портилась, не рассматривалась. Дальше. Моя бескорнюшечка задействована под иголки. Видите, мои бескорнюшки, они у меня работают. Не просто так они в моей клумбе сидят. Кстати, клумба у меня вся уже разрушенная. Бескорнюшки по процессам разбежались. Вот осталось несколько, которые тут я собрала в украшения. Все остальное у меня вот, пожалуйста, в работах, в процессах. И нужно еще навышивать бескорню, потому что без них мне прям никак нужны. Черные нитки много, как я и показывала. А белые, представляете, здесь всего лишь одна пасма. Я когда посмотрела, думала, странно, мне забыли положить белые нитки. Где белый пучок? А нет, вот всего лишь одна буквально просто ниточка. И да, по дизайну здесь этого белого цвета, там буквально какие-то штрихи нужны. Припарковала здесь пару иголочек также, чтобы не забыть. Ну, в общем, ниточки классные. Прям вот, прям такие впечатления были. Вы себе не представляете, каким упоением я вышивала этого кота. Очень легко вышивается, приятно, крестики красивые. И, кстати, было мне несложно вышивать на черной аиде. Она крупненько хорошо просвечивается. В принципе, практически на ощупь я нахожу все эти дырочки. Такая мордочка. Немножко сделала бэкстич. Еще не все здесь стежки выполнены. Еще нужна выкладная нить. И еще бэкстич. Но вот то, что я смогла сделать, я уже сделала, чтобы уже был виден котик. Вот такой вот хорошенький спит-обормотик. Книжки здесь сначала вышивать. Ну, все вышивается, знаете, одним цветом. Просто легко. Получается вот так вот здорово, классно. Суперская работа. Правда, у кого есть этот набор, ни о чем не думаете, что там он вышивается. Вышивайте. Процесс увлекательный, приятный, легко. Вот за пару вечерков представлять, сколько вышила. Немножко посидеть над этим дизайном. И он будет готов. Что тут вышивать? Книги. Кстати, тут такие интересные всякие названия на книжках про котов. Я чуть-чуть посмотрела, но еще не полностью совсем разобралась. Обязательно почитаю, сделаю для себя перевод. Этот дизайн разработан по картине Чарльза Высоцки. На самом деле это отрезок, отрезок, фрагмент картины. Картины, на самом деле, побольше, там больше котов. И Чарльз Высоцкий умеет свои картинки делать более смешными. Какие-то такие вот детали подписывать, какие-то названия придумывать про котов. Вот тут что-то тут про великих котов. Где-то тут про мышей. Нужно будет все это попереводить. Много всего интересного. Классная такая полка. Мне нравится здесь. Ну, сова, конечно, да. Она такая очень здесь серьезная, колоритная. Также здесь вот такая вот рыбешка. Какая-то птичка стоит. Какие-то сувениры. Ну и, конечно, вот этот кот. Вот так вот нагло здесь спит. Как они умеют делать эти коты. Залазить и спать нагло, где им нравится. Вот, прекрасный, суперский дизайн. Всем рекомендую. Я его прямо очень сильно полюбила. И расставаться с ним не хочется. Но впереди у нас ждут не менее интересные проекты, о которых вы, конечно, узнаете уже на следующей неделе. А на этой неделе у меня остался еще один. И еще один проект, который я начала на этой неделе. Это вот по схемке Stony Creek Home Sweet Home. Вот такой вот был пул с птичками, цветочками. Вообще все такое легкое и романтично и прекрасно. Но этот процесс меня, ну, не могу сказать, что он порадовал. Конечно, жаловаться прям сильно не буду. Ну, вот перед вами нитки, которые мне удалось собрать на сегодня. Здесь не все нитки по ключу. Здесь их около 70 цветов, как я и говорила. И часть, ну, большую часть я нашла. Осталось несколько цветов мне докупить. Ну, была такая жара. Я, знаете, я вот в центр никак не могу собраться силами поехать. Припарковаться там нигде не найдешь. Нужно ехать на метро. В принципе, здесь у меня рядом на метро смотаться. Но вот по этой жаре, как только подумаю, что ехать, идти там за нитками, мне сразу вот все настроение куда-то исчезает. И не хочется идти добывать эти нитки. Поэтому я вышивала тем, что у меня было. И за нитками поеду в какой-то другой день. Что хочу вам показать по ключу. Это вот копия. Я с ней работаю. Здесь ключ, он настолько сложный. Вот это совсем непростой процесс. Я не знаю, зачем они так усложнили эту работу. Прям многоцветка какая-то. Когда я покупала этот дизайн на сайте 123stitch, там предлагают материалы. И из предложенных материалов у меня выскочила ниточка Wix Dye Works. Но почему-то выскочила одна. Еще такой момент на сайте. У них если какого-то материала нет, то он не показывается. Может быть я не заметила. Может быть там много было всего, я не рассмотрела. Но в общем, мне выскочила вот эта нитка. И я ее купила. И думала, что здесь нужна всего лишь одна такая нитка. Вот он вроде бы и ключ. Но когда я стала уже вышивать и уже рассматривать, я поняла, что нет, тут еще одна нитка должна была быть. Трейдворкс. Вот она у меня. Трейдворкс. А Wix Dye Works у меня нет этой нитки. Представляете? И вот эта нитка у нас используется для бэкстича. Представляете, купить вот эту дорогую нитку просто для бэкстича. Но вот это где-то что-то вышивается. Вот. И когда я начала вышивать, я сначала не разобралась. Я вот не почитала, что это Трейдворкс. Почему-то я думала, что это название не прочитала. Я как-то пропустила этот момент. Думаю, вот одну купила эту нитку специальную, поключу. Значит, она вот у меня и есть. И как бы стала вышивать эта нитка. А потом уже поняла, что здесь еще у нас какие-то дополнения по ключу и не все так просто. И у меня вот этой нитки, получается, нет. В общем, показываю, что я здесь навышивала, что натворила. Приехала моя вышивка. Вот такие у меня красивые скворечники расцветают на основе. Видите, получается очень так по-летнему, ярко, симпатично. Знаете, мое творение мне нравится больше, чем то, что нам предлагает автор. У меня получается повеселей. Вот, я перепутала вот эту нитку с Трэдсворкс, с Вигдар Войкс. Сейчас я вам наговорю здесь по-английскому некрасивые слова, потому что я плохо знаю английский. Вот, в общем, вот этой ниточкой я вышивала вот этот бордюрчик симпатичный. И так себе хорошо вышивала, вышивала. И когда нужно было вышивать вот здесь, в Экстичем прописывать слова, я поняла, что я не докупила одну нитку. У меня ее нет, и у меня совсем все по-другому получилось. И тогда я стала уже, конечно, фантазировать, искать себе замену, подбирать ниточку из моих запасов и что-то менять. Вот, и мне очень нравится то, что у меня получилось. Прям я сама собой довольна, рада своим экспериментам. Видите, вот по картинке получается вот так вот темненько, контрастно. Тоже очень симпатично, мне нравится. Но у меня получилось очень нежно, ярко, по-летнему, по-весеннему. Вот тут такую ниточку темно-травяную я нашла в ПНК. Мне кажется, она сюда прям идеально подошла такая и контрастная, и в то же время сочетается хорошо с вот этой ниточкой. Вот домики не дошиты, потому что у меня каких-то оттеночков не хватило, поэтому вот так получилось. И вот здесь у нас идут уже сердечки, опять же бордюр. И здесь вот надпись вот эта у нас вышивается. И что у нас с этой надписью, девочки, это просто полный кошмар. Вот эти все буковки вышиваются, по-моему, пятью или шестью цветами ниток, чтобы сделать вот такой вот эффект перехода, как будто это у нас какой-нибудь меланж, либо ручного окрашения ниточка, где мы видим вот такой вот переход. И чтобы добиться его, нужно вышивать два-три крестика одного цвета, два-три крестика другого цвета, три крестика третьего цвета, вот так вот на слоение. Ну, можно, конечно, убиться вот так вот вышивать. Я уже чувствую, что не очень я довольна этим производителем. Конечно, очень тонкая разработка, все так продумано, что даже вот переход в буковках у нас имитируется простыми нитками без ручного окрашения, но в то же время здесь где-то в бэкстичи нужна ниточка ручного окрашения. Ну, в общем, очень замудренная разработка. Но чересчур я, конечно, вышиваю то, что получается мне нравится. Где-то у меня идут какие-то моменты по ключу, где-то я делаю на свое усмотрение, и мне очень нравится то, что у меня получается. Основа у меня здесь лен от Звайгард 16 каунта 32-го. И работа должна получиться 15, сейчас я вам скажу точно, 15,7 на 38 сантиметров. Вот, также по ключу здесь идут, я вам показывала уже пуговки пришивные, вот здесь вот такая вот пчелка, тут пчелка, и вот тут вот позже коровка. Не буду даже их искать, ничего этого покупать. Может быть, найду какие-нибудь пуговички, может быть, и ничего и не надо. И так сама по себе работа будет очень красивая. Не знаю, будет это был пол, но, скорее всего, в рамочку, потому что работа сложная, такая детальная, красивая. Нужно будет ее в рамочку. Вот такой вот у меня здесь получается процесс. Непростой, кропотливый. Ну, знаете, я не очень люблю вышивать по 2-3 крестика. Вот поэтому я, наверное, многоцветки не вышиваю, потому что этот момент меня сильно-сильно утомляет. Но буду стараться. Вот у меня уже практически, скажем так, первый уровень рубеж будет пройден. Чуть-чуть нужно поработать, и вот этот участок будет вышить. Дальше тоже, конечно, будет не все просто, но буду как-то продвигаться шаг за шагом, преодолевать все эти сложности. Ну, дизайн милейший. Цветочки, птички, бабочки. Я люблю все такое. Красота. Ну, вот соблазнилась, Юля? Теперь давай работай, вышивай, старайся. Вот такие вот у меня здесь новости с этим процессом. Итак, это все процессы этой недели. Конечно же, у меня был еще один процесс, который я вышивала по рулетке. Но о моих текущих процессах вы узнаете в конце месяца, в итогах месяца. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok